Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и при тем, как я передам слово доктору Марине Вячеславне, послушайте, о чем пойдет речь, потому что, может быть, не всем будет интересно слушать все подряд, хотя там очень интересные медицинские нюансы, простым со всем языком, но слушайте, о чем же пойдет речь. Наконец-то, и с гордостью я хочу сказать вам, что появилась долгожданная наша новое средство, разработанное учеными Новосибирского академгородка, эко-спрей для носа и глотки 3 в 1. Это уникальное средство, которое теперь может применяться. Конечно же, при насморке, и как отдельное профилактическое средство, защищающее вас, весь организм, через носоглотку, от попадания в организм через носоглотку. Вирусов и бактерий в периоды высокой микробно-вирусной нагрузки, ну и вообще всегда. Так вот, аналогов этому средству в мире нет, и мы обоснуем и докажем, почему. Когда вы это видео посмотрите, вы поймете. Так вот, по эффективности нет. И главное, нет аналогов по безопасности применения при этом. А вот о составе, особенно о фулевовых кислотах, о действии этого спрея в целом, о назначениях и показаниях к применению, и о способах применения этого средства, кому, когда и как его стоит применять, сейчас вам расскажет доктор Марина Вячеславовна. Лишь хочу сказать для тех, кто не будет видео досматривать до конца, что приобрести данную продукцию, вы можете на нашем сайте надгард.ру, ссылка активная, по которой вы, нажав, можете попасть сразу на страничку данного товара на нашем сайте надгард.ру. Я дам вам прямо под этим видео единственное место на планете у нас в стране и во всем мире, где вы можете приобрести данный гель. Это у нас на нашем сайте надгард.ру. Да, и доставку мы осуществляем в любую точку России и страну мира. А в конце видео подробнее про это я расскажу. И про проблемы, которые у некоторых людей возникают из-за границы по оплатам. Не волнуйтесь, эти проблемы мы и решили. Как? В конце видео. Слушайте внимательно. А теперь слово Марине Вячеславовне о этом продукте. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Очень рада вас видеть. Добрый день, дорогие подписчики. Да, конечно, вот эта интрига, которую я вам рассказывала в предыдущих наших видео, она сегодня будет раскрыта. И хочу отметить, что данный продукт был создан при участии вашего глубоко уважаемого Юрия Андреевича. Именно он нам подсказал ввести ингредиент фульвовой кислоты, который я вам расскажу чуть позже. И мы их называем так нежно, фульвики. Итак, давайте начнем по порядку. Я вам буду назвать ингредиенты, которые входят в данный продукт спрея, и подробно объяснять механизм действия каждого из них. В состав входит, первое, дионизированная вода, дополнительно очищенная вода от ионов, имеет высокую степень очистки. Биополимер низкомолекулярный хитозан, про который мы с вами практически во всех видео говорим. И именно он дает название эко-экоэлемента, который входит в этот продукт. И также входят сюда фульвовые кислоты и коллоидное серебро. Прежде чем мы будем разбирать свойства и механизм действия, я хочу вернуться немного к анатомии. Слизистые носоглотки. Влияние неблагополучных факторов среды, пыль, инфекция, сосудосуживающие средства, хронические заболевания и возраст, они приводят как раз к высыханию слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки. И она не может выделять защитную слизь, которая называется муцином. Муцин именно он защищает слизистую от вирусов и бактерий. И сам этот муцин, он состоит из пяти моносахаридов. То есть сложные вещи я вам не буду говорить, но прям самое простое, что необходимо для понимания. И они способны удерживать эти моносахариды в воду. И обеспечивают именно они увлажнение слизистой, составая защитный барьер. И при высыхании слизистой количество муцина, соответственно, оно снижается. И что приводит к увеличению риска проникновения микроорганизмов, прежде всего вирус. Экоспрей за счет полимера, именно низкомолекулярного хитозана, он восстанавливает муциновый слой, так как сам хитозан, он является полисахаридом. И по своему составу очень схож с муцином. Поэтому он притягивает значительное количество воды. И далее, как мы уже с вами знаем, что именно хитозан, он способен повышать местный иммунитет. Именно в слизистой оболочке, там, где у нас будет место нанесения. За счет чего? За счет того, что происходит увеличение количества макрофагов, лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов. И, соответственно, процесс или не начинается вовсе, потому что там такая мощная защита уже образовалась из наших иммунных клеточек, или заканчивается быстрее. Давайте немножко объясню вам, за счет чего же повышается этот местный иммунитет. И каким образом вот эти клетки наши иммунные оказываются именно в этом месте. В области воспаления разрушаются клагеновые волокна и эластины. И образуются из них, из разрушенных этих волокон, сахара и аминокислоты. Именно они являются как бы питанием для бактерий и вирусов. И сюда оттягиваются также макрофаги. Клетки и пожиратели бактерий и вирусов. Так вот их в обычном сленге называют. Именно макрофаги – клетки-пожиратели. И хитозан также является аминосахаром. Поэтому они подтягиваются к нему тоже. То есть концентрация этих защитных клеток в месте воспаления сильно увеличивается. Образуется мощный барьер именно из иммунных клеток. И еще один механизм защиты слизистой от бактерий и вирусов с помощью хитозана – это, конечно же, его сорбционные свойства, которые я вам рассказывала в предыдущих видео. Повторюсь, что сам хитозан обладает положительным зарядом. И он притягивает к себе отрицательные заряженные бактерии и вирусы. И таким образом парализует их дальнейшее размножение. Итак, мы разобрали с вами три механизма действия хитозана на бактерии и вирусы. И теперь мы переходим к самому интересному. Это фульвовые кислоты или фульвики, как я говорила. Что же такое вообще фульвовые кислоты? Богатой и плодородной почву делают именно фульвовые кислоты. Это природные биологические соединения, образующиеся в результате распада частей растений и органических соединений веществ, которые у нас есть в земле. Является источником минералов в ионной форме. Что это? Калий, кальций, магний, железо, селен. Также там в составе находятся метабиотики и полиненасыщенные жирные кислоты. Это все в составе эко-спрея. Что все-таки делают сами именно фульвики, фульвовые кислоты? Они усиливают иммунный ответ на внедрение бактерий и вирусов. Они снижают выраженные аллергические реакции. Они обладают разрушительным действием на стенке бактерий. Обладают выраженным антиоксидантным действием. Зачем нам это нужно? То есть при воспалении в зоне разрушения клетки образуется кислая среда. И фульвовые кислоты нейтрализуют ее. Стимулируют процессы регенерации и усокоряют процессы заживления. И последний ингредиент, который входит в данный спрей, это коллоидное серебро. Я думаю, что оно вам знакомо. Какова же роль коллоидного серебра? Ну, коллоидное серебро в нашем случае, оно является натуральным консервантом. Потому что, как я рассказывала, мы не используем никакие консерванты ни в нашей косметике, ни в геле для суставов. Только исключительно коллоидное серебро. Это вот и есть натуральный консервант. И помимо консерванта, коллоидное серебро обладает еще бактеристатическим и противовоспалительным действием. Я думаю, что многие из вас знают, бабушки, мамы иногда ставили серебряную ложечку в стаканчик воды для того, чтобы им создать более обезвреженную воду. И теперь, когда мы разобрали с вами все активные компоненты и механизмы их действия, то нам будет проще с вами понять, как же применять данное средство. Итак, данное средство применяется при заложенности носа, способствует улучшению носового дыхания. Второе, при сухости слезистой, после применения сосудосуживающих средств, способствует увлажнению слезистой носа. Мы с вами вернемся еще более подробно, чуть позже при применении сосудосуживающих средств. Сейчас я вам расскажу побочные эффекты и каким образом мы на спрее, именно эко-спрея, поможем людям с зависимостью с этой. Что еще? Значит, при першении и боли в горле. Если появились какие-то неприятные симптомы в ротовой полости, в горле, то вы применяете, конечно, этот спрей. При аллергическом рините способствует удалению аллергенов со слезистой полости носа и полости рта. Дальше, значит, защищает период микробно-вирусной инфекции. Это профилактика, ОРВИ, ковид и те сезонные инфекции, которые нас предупреждают СМИ и рассказывают, что ждет какая-то у вас очередная инфекция. Мы предлагаем все-таки применять этот спрей даже детишкам. Можно это тоже, я вернусь к этому, перед тем, как вы их отправляете в садик или в школу, обязательно его можно применять. Что еще? Сокращая длительность насморка при инфекционных и аллергических ринитах. Хочу сделать акцент, что насморк и заложенность – это абсолютно разные вещи. То есть, да, это симптоматика вроде бы проявления ринита, но насморк – это выделение из носовых пазух. А заложенность носа – это когда нос у вас не дышит. И поэтому сокращение длительности насморка – это немножко другая симптоматика. Он тоже при этом применяется. И самое интересное еще, на что я хочу обратить внимание, он помогает избавиться от зависимости от сосудосуживающих средств. И я видела, что было очень много вопросов именно у ваших подписчиков, которые задавали эти вопросы, потому что это на сегодняшний день бич. И буквально мамочки тоже применяют даже своим детишкам сосудосуживающие средства, так как они оказывают быстрый молниеносный эффект, и таким образом нос начинает дышать. Но никто не задумывается о побочных эффектах, которые потом появляются от частого применения именно этих капель и спреев. И давайте перейдем с вами теперь, наверное, к способу применения. Для профилактики, то, что я рассказывала, в период повышенной бактериальной инфекционной нагрузки в эти сезоны, для профилактики используется одно впрыскивание в каждый носовой проход, в ротовую полость 2 – 3 раза в день. При первых заложенностях носа и боли в горле двойную впрыскивание в носовые ходы и ротовую полость 3-4 раза в день. Вы можете это послушать, но если вы вдруг не запомнили, то в инструкции там все очень подробно есть. И вы, когда приобретете этот продукт, то в коробочке там написано абсолютно то, что я вам сейчас рассказываю, для профилактики при заложенности носа, при болях в горле. Хочу отметить еще, значит, при кашле и боли в горле можно использовать ингалятор. Ингалятор – стандартный режим распыления по 2 мл, эко-спре и 2 мл дистиллированной воды 2 раза в день. Хочу сделать акцент, что не физраствор, а именно используется дистиллированная вода, потому что физраствор, он обладает сушивающим действием для слизистой. А мы, наоборот, с вами здесь у нас цель стоит ее восстановить, чтобы она была, наоборот, смуциновым слоем. Поэтому обязательно 2 мл воды и 2 раза в день с ингалятором можно это использовать. По инструкции написано, что можно использовать детям с 14 лет. Но по нашему опыту и по опыту отзывов от наших мамочек, они используют детишкам от 3 лет. И так как в составе нет компонентов, которые бы вызывали вопросы, поэтому, в принципе, мы рекомендуем и можно применять детишкам с 3 лет, не переживая за какие-то побочные эффекты. И теперь мы переходим с вами к, наверное, самому главному моменту. Это про зависимость от сосудосуживающих средств. По 2 впрыскивания в каждый носовой проход при заложенности носа. Но здесь я хочу рассказать вам более подробно именно эту схему применения. Значит, вы делаете впрыск и ждете в течение 15 минут свободное дыхание, которое должно восстановиться. Если оно не восстановилось или не в должной мере восстановилось, то вы можете применить свои сосудосуживающие капли. И в чем же здесь получается применение и каким образом мы переводим именно сосудосуживающих капель на наш спрей? При следующем появлении заложенности вы также начинаете с применения эко-спрея и наблюдаете за реакцией. Применение сосудосуживающих после спрея возможно, но промежуток времени с каждым разом на эко-спрее будет увеличиваться. И частота применения сосудосуживающих капель будет с каждым разом просто уменьшаться. То есть период от момента их применения до следующего применения на эко-геле, вот этот промежуток времени увеличивается. И через определенное время, у всех оно разное, у кого-то неделя, у кого-то две, максимально это бывает месяц, наступает такой момент, что вы понимаете, что вам достаточно применения именно этого спрея. И когда вы делаете вспрыскивание и понимаете, что нос у вас уже дышит без вашего применения этих сосудосуживающих капель, вот тогда вы просто уже капли эти не применяете, оставляете именно этот эко-спрей в течение еще контрольного, ну хотя бы в течение двух дней, и вот таким образом вы забываете про свои сосудосуживающие капли. Почему? Хочу сказать, что этот процесс не быстрый, но надо подготовить себя к этому периоду, так как побочные эффекты от сосудосуживающих, они куда более опасны. И я хочу вам просто сделать акцент, что они приводят к гипертонии, они приводят к тахикардии, они приводят к полипам. И полипы – это разрастание, когда уже необходимо будет последующее хирургическое вмешательство сухо-слизистых и частые носовые кровотечения. Поэтому вот то, что я перечислила, я думаю, что это, наверное, достаточно серьезные аргументы, что надо все-таки с этими каплями расставаться. Ну вот, наверное, вся информация, которую я хотела рассказать вам по новому продукту. Великолепно. То есть, кратко и при этом, так сказать, полно вы осветили этот вопрос. Вот у меня единственное есть уточнение, ну, опять-таки, не для меня лично, а для наших зрителей. Ну, во-первых, наш вот этот эко-спрей, он, первое, что надо людям знать, не вызывает никаких побочных негативных реакций, никаких зависимостей. Наоборот, он снимает в зависимости от сосудосуживающих препаратов, которые очень вредны и вызывают ряд побочных эффектов, перерастающих в серьезные болезни, патологии, вплоть, как вот с полипами, до хирургии или иных последствий. В общем, это все то, что вот люди по невежеству часто применяют и по ленности, потому что так проще. Брызнул, все прошло, и вроде втягиваешься. Мне писали люди, которые 10 лет сидят на них. 10 лет! Там уже куча проблем и так далее. Так вот, и вот вы сказали, что плавно, применяя и эко-спрей, а вслед уже за ним, если не поможет применять, ну, которые средства люди уже привыкли применять, вот тогда происходит следующее. Слизистая при этом не будет пересыхать, правильно? То есть как раз эко-спрей позволит, да, то есть эко-спрей позволит сохранить слизистую и часть побочных эффектов уже во времени как бы заблокировать, ну, скажем так. И постепенно человек будет снижать потребление, естественно, чем дольше. Вот год-два он потреблял, у него будет дольше, месяц, может быть, он будет сходить, как правильно вы сказали. Может быть, чуть больше в самых немыслимых случаях, когда человек 10 лет сидел на этих сосуд суживающих. Но это важно понять, то есть не будет в раз. Это не то чудо, когда вы брызнули, и точно так же, как и сосуд суживающих, у вас стал там через минуту-две-три нос идеально дышать. Этого достаточно, люди, полагаю, поняли. Но главное ведь еще и не только это. Три в одном, вот с чего я начал, три в одном. Очень важных три эффекта, три действия. Причем это, вот, ясно, что исследования дорогие, медицинские на, там, грудных, так сказать, ну, на маленьких детях, беременных женщинах, как... Это очень дорогие, сложные, долгие исследования, они не проводились. Но чисто теоретически, по составу, по опыту и теории, и практике, это понятно, что гель абсолютно безопасен. И он не может быть вреден теоретически ни для маленьких детей, ни для беременных женщин, ни для инвалидов, ни для тех, кто перенес операции. Потому что будут люди писать тут прямо обо всем. Я уж не знаю, что еще сказать. То есть, для любых групп, людей, категорий, этот спрей совершенно безопасен. Поэтому он эко, поэтому он натуральный, с тремя, хотя больше эффектов, но три основных мы выделили. Ну, даже не знаю, что стоит сказать. Я лишь еще вот что хочу сказать. Дорогие друзья, кто еще не в теме, кто не смотрел. Первые два наши видео, посмотрите, даже три, да, общее было. Потом было отдельное видео по гелю, сорбенту. То есть, это система очищения. По сути, вам не нужны длительные при этом голодания. Будут кружка эсмарка, магнезий. Почему? Вот вы посмотрите и поймете это видео. А второе видео, вернее уже третье. Второе тематическое, а третье по счету наше. Это было видео про гель для суставов. Кстати, у меня даже уже среди родственников есть очень хороший результат. И, правда, это недавно стали пользоваться, но уже есть. И подробно, что произойдет через несколько месяцев и год применения, мы говорили в прошлый раз. Чем отличается механизм действия при сосудосуживающих препаратах и вот при спрее, который мы сделали. То есть, если сосудосуживающие препараты, они сужают сосуды и таким образом высушивают слизистую и убирают заложенность носа, то хитозановый механизм действия, он немножко другой. То есть, здесь происходит за счет лимфодренажной системы. То есть, весь отек, он уходит через лимфатическую систему. Поэтому он не вызывает сосудосуживающие вот этого эффекта. Это очень важно. То есть, понятно, что лимфатическая система... У меня было отдельное видео для зрителей, кто не в курсе, говорю. Ссылка в описании будет. Лимфа – это наша канализация, по сути. Через нее из межклеточного пространства, то есть, все токсины и отработка клеток выходят вне организма. То есть, наружу организма, изнутри наружу. И вот она, как кровеносная система, от микрокапилляров до крупных сосудов и узлов. Кстати, лимфы в три раза больше, чем крови в организме человека. Это, чтобы вы знали. Выводится все из организма, вся отработка. И потому вот эти все воспалительные процессы, вот эти отеки, то есть, по сути, вот то, что заложенность носа – это отеки, да, это воспаление отеки. И слизь, если насморк. Вот все разжижается и выносится не только наружу, как мы привыкли высмаркивать и так далее. Бывает, что человек сморкается, у него нет соплей, а у него все воспалено и забито. И это, этот улучшенный лимфодренаж начинается. То есть, лимфа начинает разгоняться, как бы работать лучше и активнее. Абсолютно правильно, да, абсолютно. Вот, это такой яркий, хороший пример, чтобы люди понимали, что такое лимфатическая система и в чем же тут суть. Вот в чем уникальность этого препарата. То есть, это абсолютно безопасное средство. Ну и, соответственно, вот что мне важно в конце сказать. Очень важно, значит, купить вы сможете этот препарат в единственном на планете месте. Это наш сайт nadgard.ru. Больше нигде, ни в России, ни в мире, нигде не сможете вы его приобрести. Значит, мы его производим оптом в розницу, как хотите, обращайтесь. Ну, в розницу просто. Заходите на наш сайт nadgard.ru. Или по ссылке, которая будет под этим видео вам оставлена. Вы попадаете на этот товар, вы выбираете нужное вам количество. 5 штук, 10, 25, неважно. Хранится долго, там, 2 года. Производство всегда свежайшее. Вот только что партия первая сделана. И дальше вы можете выбрать любые другие товары наши, продукты, приборы, оборудование, чего хотите. И оформляете ваш заказ. Дальше вы его оплачиваете, с вами менеджер связывается. И это все автоматизировано. Не задумывайтесь вперед на два шага. Не думайте, не нужно. Все за вас продумано давно. И мы отправляем ваши, соответственно, заказы в любые уголки России и любые страны мира. Теперь очень важный момент. Многие начинают люди сейчас паниковать, потому даже не заказывать, или просто уверены так, что это невозможно. Вы понимаете, что я имею в виду? Уверены в том, что если вы находитесь где-нибудь в Германии, во Франции, в Англии, в США, Канаде, в Казахстане, особенно сейчас Казахстан в лице политиков, а не народа, конечно же, стал предавать и Россию, то есть бывший наш союз, ну, естественно, и торгово-экономический в первую очередь, и предавать граждан своей страны, то есть вражеское правительство ныне в угоду Запада работает в Казахстане. Они запретили все оплаты любых карт, а вы не волнуйтесь, на любой этот находится, как говорится, вы сами знаете, что по пословице очень пошло, и не буду ее называть, хрен им, мягко скажем, мы придумали хитрую штуку. Когда вы будете оплачивать теперь, у вас же есть там, я не знаю, там, Western Union, PayPal, любые карты, вообще чего хотите, что у вас в стране работает, вы находитесь в какой-то стране, у вас работают какие-то платежные системы, а мы правительство подлое, предательское ваше обманываем. Как? Значит, у нас в любых, в разных странах, в Прибалтике в том числе, находятся наши люди, ну, и в других, а это Евросоюз, как хорошо, и вы им спокойненько оплачиваете, а мы вам взаимозачетом уже мы там это меж собой все делаем, вас не касается, а мы вам отправляем, и не могут они ничего сделать, злятся, а мы будем радоваться в ладошки потирать, что мы их обманули мерзавцев. И вот таким образом вы теперь сможете получать любые наши продукты, товары, в том числе и этот спрей, и гель Сорбен для кишечника, и гель для суставов уникальный, который восстанавливает хрящевую ткань, межсуставную жидкость и так далее, то есть уникальный, который регенерирует ткани, но про это видео посмотрите, если не в теме, просто я акцентировал, потому что мало кто это вообще понимает, что это за продукт уникальнейший. Вот, вот все это мы можем теперь в любую страну отправить, а вы отплатить сможете легко, где бы вы ни находились, в общем, все за вас уж продумано, вам просто будут предложены варианты, вы удобный вам вариант выберете, и дело в шляпе, дело чисто техники, а дальше уже мы отправляем вам заказ. Единственное, мы не можем отправить туда, где страны ваши какие-то прервали полностью работу, например, почты России, тогда да, там есть проблема, либо тогда самовывоз, когда-либо к вам родственники летят, там ручной кладь, это уже пока еще, ну пока фашистского режима нет, там в Европе это, так сказать, еще возможно. Когда будет, это уже другой вопрос. Ну вот, а так проблем нет, так что мы отправляем и в Корею, и мы отправляем в Японию, и мы отправляем, так сказать, в Австралию, откуда только у нас клиентов нет. Вот единственное, Австралия точно знаю, и Дания, почту России уже запретили, так что вот это единственное, надо проверить, а так никаких проблем нет. Ну вот, по сути мы все рассказали о уникальном продукте, о технологиях, о том, как это работает, и даже успел я поругаться, ну выплеснуть, так сказать, на тех мерзавцев, которые интересы личные, которые придают свою родину, народ, память предков, в угоду, ну, это хозяев из-за бугра, американцев и англичан. Вот это тоже сказал. И Казахстан туда попал, очень жалко. Но никаких проблем, вы все получите в Казахстане. А у нас очень много зрителей и клиентов в Казахстане, каждый день мы отправляем туда заказы, так что не волнуйтесь, легко вы в Казахстан все получите. Ну что ж, Мария Вячеславовна, наверное, на этом на сегодня все. Что мы что-то, да, да, вы позвольте закончить. Надеюсь, что эта информация была полезная для вас. Спасибо большое за внимание. И вам, Юрий Андреевич, за участие в создании нового уникального продукта. Будьте здоровы, всегда готовы вам что-то новое рассказать. Благодарю, Мария Вячеславовна. А вы, дорогие друзья, пишите под видео, если будут какие-то вопросы. И даже если вы захотите, чтобы мы рассказали вам о чем-то подробнее, а может быть, у вас будут предложения к нам какие-то, ну, сделать какие-то еще препараты, средства. Причем вы можете писать по аналогии и вот сказать какой-то препарат, как он работает. Почему бы нет? Потому что параллельно ведутся какие-то разработки, исследования и, так сказать, это вполне может быть. Знаете, Юрий Андреевич, у нас вот прямо на подходе будет два крема. Один крем, крем-гель. Даже хочу сказать, что это не просто крем, а крем-гель. И расскажу, почему именно крем-гель и зачем мы это сделали именно вот в такой композиции. И еще один будет дневной, тоже гелевой структуры, потому что гелевая структура помогает нам сделать именно глубокую трансдермальную доставку и довести те активные ингредиенты, которые нам нужны, именно в дерму. Там, где решается проблема антиэйдж-программы, где закладываются наши морщинки, фтозы. Потому что, сделаю акцент еще раз, что крем, он имеет очень крупную молекулу, она жирная, вот эта молекула, она не может проникнуть достаточно глубоко, она питает только эпидермис. И поэтому она решает проблемы только мелких морщинок и питания, вот свежего верхнего питания эпидермиса. А более глубокая дермальная проблема, это может осуществить только гель. И поэтому вот этот гель Дэй, который мы делаем, вот он как раз будет убирать более глубокие морщины, фтозы. Но я обязательно расскажу вам подробно, потому что про косметику много интересного, и там нет отдушек, нет консервантов. То есть вот мы не используем это вообще никак, из консервации то, что я вам говорила, потому что нашу косметику можно применять любым девушкам, дамам, у которых гиперчувствительная кожа. Никогда не будет аллергических реакций, никогда. Я напоминаю, приобрести это вы сможете все на нашем сайте nadgar.ru. Но я для тех людей сейчас еще пару минут буквально поясню, кто вот не понял, о чем Марина Вячеславовна сказала. Вернее, я так поясней, попроще так скажу и так более... Значит так, вот те крема, которые вы покупаете, я сейчас не говорю не только про дешевку ту, например, кто-то покупает какую-то совсем гадость, не пойми где. Я говорю, например, я прямо усугублю. Например, японские крема, которые там 20-50 тысяч стоят за такой маленький флакончик. Есть такие. Так вот, даже это все фигня, потому что это те самые крупные молекулы, которые никогда в глубокие слои кожи не проникнут, с их питательными, которые в составе есть. Тут вопрос нет, иначе бы их посадили, анализ бы взяли, а там нет заявленного. Конечно, там есть. Только вопрос в том, что это бессмысленно. Это не пройдет. Это как через сетку, куда песок просеивают, булыжники будут кидать, они от сетки отлетят и внутрь не проник, поняли? Вот в чем суть. А только в форме геля. Но тут проблема его создать, сделать так, чтобы сохранить. И без консервантов эти именно действующие вещества, которые целебные, лечебные, косметические, которые должны проникнуть и заставить в коже. Сохранять воду, омолаживать хорошую регенерацию, эластичность. Вот это все. И это можно сделать, но это очень сложно. И тут некоторые спросят, а как же, знаете, а как же, так сказать, какая-то компания в Новосибирском академии сделала городке, а компании, которые миллиардами ворочат, Японии не могли сделать. Вы знаете что? Вы очень странные люди, тогда я вам скажу. Я даже так вот про это сейчас вам объясню по-другому. А вы, наверное, знаете, что американцы военную промышленность там триллионы долларов вкладывают. И вы знаете, что у них вообще творится? Или вы думаете, у нас только в стране коррупция и так далее? Там похлеще. И то, что они делают за сотни миллиардов долларов, у нас за миллиард или сотни миллионов легко делают и результаты лучше. Потому что у них, например, они отказались от аналоговых технологий и гироскопов уже нет. А у нас, например, ракеты на гироскопах, которые плевать там, как спутники наводят, поняли, в чем суть? А они вот в эту супертехнологию миллиардов вкладывают, а грош цена этим технологиям. Так что вот по аналогии я вам объяснил еще и вот с одной, с другой стороны, так сказать. Мы участвуем, ну, до пандемии мы участвовали, есть выставка такая, Интершарм, международная выставка. Она проходит ежегодно в Москве и там собираются все монстры косметологии со всех стран мира. И вот я могу сказать, что у нашего стенда всегда была просто толпа, невозможно было подойти. И все были производители именно этих монстров. То есть у нас было очень много немецких представителей, французы, швейцарцы даже те же. И мы говорим, слушайте, удивительно, у вас же есть своя косметика. Вы ее привезли сюда и представляете на рынке, на этой международной выставке. Что же вы делаете на нашем стенде, почему? А они говорят, что да, вы знаете, во-первых, если бы мы сделали, хотя бы смогли сделать такое, то, что сделал, это стоило бы просто нереальных денег. Во-вторых, у нас стоят немножко другие задачи. Вот это вот я не буду акцентировать на этот вопрос. Ну, в общем, у них другие задачи стоят. И, конечно, они не смогли никто сделать такую трансдермальную доставку. Представляете, вот если получается, что, ну, такую глубокую, если мы сможем этой трансдермальной доставкой, мы, как я еще сделала акцент, восстанавливаем хрящевые структуры первой и второй степени артроза. То есть это говорит о том, что мы можем реально очень глубоко доставить эти активные ингредиенты. И вот они стояли около нас, покупали у нас нашу косметику, забирали к себе. С одной стороны, это, конечно, очень приятно, с другой стороны, все это странно выглядело. Ну, вот и так оно и есть. Да, это так и есть. И вот, дорогие друзья, напоследок скажу, что вот то, о чем Мария Вячеславовна сейчас сказала, про глубокую доставку и восстановление хрящевой ткани, когда артроза первой и второй стадии, и даже третий просто дольше там надо, и параллельно с другими методами, но тем не менее, и реально восстанавливается и хрящевая ткань, только это будет не в раз, это месяцы нужны на это. Но это лучше, чем ничего, и к инвалидности путь однозначный. И еще, вот эта речь шла про гель для суставов. Он в наличии есть. По этой ссылочке, ну, по другой уже, по ссылочке, прям под этим видео, заходите, будет гель-сорбент для кишечника. Выпивается и очищается кишечник, выносятся яды, токсины, очищаются вот эти сосочки лимфатических протоков, входящие в толстый кишечник, вот это все, и плюс питание для кишечной, то есть хитозан и прочее для кишечной симбиотической нашей микрофлоры. То есть, одни плюсы. Второе, гель для суставов, который восстанавливает хрящевую ткань и жидкость. И третье, это, соответственно, вот этот уникальный 3 в 1 эко-спрей для носоглотки. Четвертое, регенерация, омоложение клеток кожи. Ну а на этом пока все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям, как всегда, только им другим нет, крепкого здоровья и всего самого лучшего. Ну и на этом все. До новых встреч, дорогие товарищи. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго.